Стройка идет, польские власти возводят бетонный забор на границе с Белоруссией. Общественность выступает против, искусственный барьер окажет негативное влияние на ценные виды животных и природу. По мнению специалистов, уже запущен необратимый процесс, и результаты этих действий справлять придется очень долго. Именно поэтому тему регулярно поднимают за круглым столом. Уже приняты и резолюции, в которых общественники и ученые призывают польскую сторону прекратить строительство. По одну сторону стоит олень, ревет, по другую сторону стоят тоже олени, и они не могут преодолеть это препятствие, потому что идет строительство. По сути дела, там круглые сутки свет горит, территория освещается, там идут строительные работы, это шумовой фактор, потому что идет установка забора величиной около пяти метров и сверху сетка. И как эта преграда в дальнейшем скажется в целом на популяции животных, сейчас предсказать сложно. Очевидно одно, уверены как белорусские, так и польские эксперты, искусственная преграда приведет к снижению видового разнообразия, генетическому обеднению животного мира и трансформации всего природного комплекса. Мы надеемся, что это строительство прекратится, и вот эти огромные деньги, которые были выделены, там больше 300 миллионов евро, да, пойдут людям на социальное нужное, на охрану природы, а не на ее разрушение. Напомним, польские власти намерены построить сплошной бетонный занавес на границе с Белоруссией, объясняя это защитой от мигрантов. По задумке над пятиметровыми столбами будет натянута колючая проволока. Вдоль заграждения установят столбы с камерами видеонаблюдения и датчиками движения. Возведут и вышки, на которых будут дежурить пограничники. Общая протяженность забора 186 километров. По проекту в нем предусмотрены 22 калитки, чтобы животные смогли мигрировать. Субтитры создавал DimaTorzok